Сежеин глядит по будущим, И влажен, Раби Божий, Убрящих дящих. В феврале 1918 года Русская Православная Церковь была отделена от государства, а имущество ее подлежало национализации. Таковы были первые шаги строителей нового мира. Того мира, в котором не нашлось места ни Богу, ни вере, ни церкви. В центре этого нового миропорядка оказался человек, сам знающий, что ему делать, как ему жить. Но все в истории повторяется, и нечто подобное уже происходило в мире. И Библия повествует нам о том, как в Вавилоне разворачивалось строительство «Башни высотой до небес». Предприятие это было, несомненно, безумным, неисполнимым, опасным и даже преступным, поскольку в его основании были положены человеческая гордость, богоотступничество, богоборчество. В наше время выражение «Вавилонское столпотворение» используют обычно для обозначения беспорядка, суматохи, неразберихи, которые производит множество людей. Однако духовный смысл этого выражения иной. Он свидетельствует о человеческом заблуждении, основанном на гордости, о том, что такое столпотворение неизбежно заканчивается трагедией и не только для строителей башни. На прошлом уроке мы вспоминали, с какой тревогой и болью эту беду прозревали еще в середине XIX века святитель Филарет, святитель Игнатий. А патриарх Тихон, оказавшийся в гуще этого строительства, уже открыто обличал и его вдохновителей, и народ, который поверил ложным обетованиям. И сегодня доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров продолжит рассказ о том нелегком служении, которое нес святейший патриарх Тихон в это трагическое время. Важный этап в жизни страны и в судьбе святого патриарха Тихона начался в июле 1918 года. 17 июля в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были жесточайшим образом убиты святые царственные страстотерпцы. Эту расправу поддержал ВЦИК во главе со Свердловым, то есть центральный орган советской власти. Эту расправу поддержал Совнарком, то есть советское правительство во главе с Лениным. Они покрыли это преступление, никто наказан не был, а покрытие преступления это форма соучастия в нем. И 21 числа июля в Казанском соборе на Красной площади состоялось в патриарше богослужение. И после чтения Евангелия патриарх экспромтом произнес слово к собравшимся в соборе. Совершилось ужасное дело. Расстрелян бывший государь Николай Александрович. Но наша христианская совесть, руководимая Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего государя, продолжал патриарх. Беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит пред нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Приказ этот расстреля приводит в исполнение, и это деяние одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас расстреливают, говорил святой патриарх в Казанском соборе на Красной площади. Какое потрясающее мужество бросить Ленина, находясь в нескольких сот метрах от него, бросить обвинение в страшном преступлении, совершенном в Екатеринбурге. Субтитры создавал DimaTorzok В связи со сказанным скажу также, что официально объявлялось, что было отречение Николая II, объявлялось еще временным правительством, но в архиве нет подлинника. То, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации, и сначала об этом говорили как о подлиннике, это совершенно явная подделка. То есть отречение или было другое, с каким-то другим содержанием, может даже и не отречение вовсе какой-то другой документ царь подписал, а может быть и ничего не подписывал. Нет текста, нет подлинника. Говоря об этом слове, сказанном святым патриархом в Казанском соборе, нельзя не отметить, что патриарх поверил высшему органу советской власти в ЦИКу о том, что решение принято в Екатеринбурге. Однако историкам доступна телеграмма местных коммунистов Ленину и в Свердлову. Эта телеграмма написана накануне расстрела, написана 16 июля, и очень интересное содержание. Екатеринбургские коммунисты писали своему вождю, что вот если вы Ленин и Свердлов против, то немедленно телеграфируйте. Очень хитрый текст, явно написанный юристом, возможно, самим Лениным. То есть, если промолчите, мы совершим то, что хотели совершить. Даже если Ленин и Свердлов промолчали, вот это молчание было согласие на совершение страшного злодеяния в подвале Ипатьевского дома. Добавлю также, что есть и документы, свидетельствующие о том, что ответная телеграмма Ленина с согласием на расстрел была все-таки отправлена. В любом случае, главная ответственность не на екатеринбургских стрелочниках, а на вожде большевистской партии и на руководителя советской власти в то время. КОНЕЦ Причем патриарх поверил высшему органу советской власти, который заявлял, что а женщина царица не расстреляна, а детишки не расстреляны и эвакуированы в безопасное место. Ведь какой цинизм, чтобы от имени советской власти вот так лгать? Лгал Свердлов, лгал Ленин, а патриарх поверил, потому что, конечно, вот сердце отказывалось принять, что можно расстрелять девочек, мальчика. За что? В чем они виноваты? В чем женщина виновата? И, конечно, руководители советской власти и большевистской партии понимали, те, что совершают страшные преступления, страшные моральные деяния, поэтому и скрывали правду. Осмысливая позднее происходящее, патриарх говорил о причине того, что происходит. Вот в послании православным чадам от 8 августа есть какие интересные и глубокие слова о России, о нашем народе. Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчим, жаждем и наготуем в земле благословенной обильными дарами природы. И печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших. Страшное слово. Ведь действительно, сколько трудились, сколько миллионов людей честно строили социализм, коммунизм, и где это все? Вавилонская башня рухнула, мы у разбитого корыта, а патриарх об этом говорил в 1918 году. Прислушаться бы к патриарху. что касается Уничтожение не только государя, но и его супруги и детей, то ведь не просто семью уничтожали Ленина, Свердлов и их соратники. Собственно, государь и тем более его близкие, они никому опасны не были. Белая армия не была монархической армией. А дело в том, что царская семья была живым символом великой православной тысячелетней России. Вот эту православную великую Россию ненавидел Ленин. И уничтожая святых царственных страсотерцев, он уничтожал великую православную Россию. И совершая вот это страшное преступление, убийство детишек и женщины, Ленин спаивал, сплачивал коммунистов вот этой страшной невинно пролитой кровью. Показывал, что нам назад отступление нет, или побеждаем, или кто мы? Преступники. И удалось сплотить. Удивительное есть еще обращение к советскому правительству, к Совнаркому, к святому патриарху. Обращение от 7 ноября, первая годовщина Октябрьской социалистической революции. Вот какое слово «правда» проговорил святой патриарх. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж, всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отомщении грехами и преступлениями. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Кто и когда в русской истории говорил правителям и самому русскому народу такую правду, горькую правду? Народу сказать, что в нем запечатлелся образ зверя? А ведь правда сказана, и даже сейчас иной раз чувствуешь, какой поворот от образа Христа совершен. К образу зверя. Как быть в этой ситуации? Тем более, что последовали страшные расправы над православным духовенством, над мирянами. Начались вскрытия мощей, коммунисты осквернили мощи преподобного Саввы Сторожевского. И вот в этот момент, в 19-м году, патриарх пишет Ленину. «Вскрытие мощей нас обязывает встать на защиту поругаемой святыни и отечески вещать народу. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». «Больше Богу повиноваться, нежели человеку». Вот какие слова. И смысл очень глубокий, далеко идущий. То есть, можно и не повиноваться богоборческой власти, если власть творит какие-то страшные дела, скажем, осквернения, святынь. Вот это заявление сделано 2 апреля 1919 года в разгар наступления войск адмирала Александра Васильевича Колчака. Безусловно, в случае победы этого замечательного адмирала, патриарх встречал бы его как избавителя от ужасного владычества. продолжил бы плодотворную деятельность по местный собор, который был вынужден прервать свою работу из-за преследования со стороны большевиков. Тем не менее, на прямую конфронтацию, на явную конфронтацию с советской властью патриарх не шел. Известен еще разговор в 1918 году патриарха и бывшего оберпрокурора Синода Карташова. Карташов говорил патриарху Тихону о том, что вот скоро можно ожидать победы над Лениным и советской властью. Тихон слушал, слушал, а потом и говорит Карташову, «Хорошо, уж очень все хорошо, да только когда все это будет?» Конечно, не теперь. Карташов был удивлен, а позднее, уже в эмиграции, он в своих воспоминаниях написал, «Как сын народа, патриарх Тихон тогда уже инстинктивно чувствовал силу и длительность народного увлечения большевизмом, не верил в возможность скорой победы белого движения и не был согласен с нами в политических расчетах». Патриарх чувствовал, что большевизм – это надолго. Поэтому отказывался даже тайно благословить военных руководителей белой армии. Отдельных, может быть, и благословлял, но в целом не было благословения белой армии. Более того, у нас не было армии православной, народной, наподобие ополчения гражданина Минина и князя Пожарского. В белой армии продолжился предреволюционный духовно-мировоззренческий разброд образованного общества от студентов до министров и генералов. И вот такой разброд явился одной из причин поражения, может быть, даже важнейшей причиной поражения белой армии. О благословении Красной армии, созданной Троцким, тогда и речи не было. И от этого следовала определенная аполитичность или невмешательство патриарха в политику. Такая вот вынужденная и во многом внешняя отстраненность патриарха от схватки в гражданской войне, в политическом противоборстве. Однако Ленин, конечно, чувствовал, что патриарх – это совсем другой человек. Человек чувствовал, что у патриарха совсем другие нравственные ценности, и поэтому появился термин «тихоновщина», который звучал как синоним терминов «контрреволюция», «колчаковщина» и означал то, за что следует только расстреливать. Хотя патриарх понимал, что в действительно народных и государственных интересах России предпочтительно победа белой армии, демократов, но патриарх не верил в полагающихся только на свои силы безбожников, демократов, социалистов и многих белогвардейцев того времени. Другая же альтернатива власти Ленина отсутствовала. Патриарх был готов повторить подвиг святого Гермогена, патриарха Гермогена, но подвиг Гермогена, его жертва, легли на благодатную народную почву. Народ был верующим. А в 17-м и последующих годах были поколеблены основы, и ситуация была намного более тяжелой. И патриарх не счел возможным поддержать открыто белую армию. Безусловно, он понимал, что если сделает это, то оставит церковь без патриарха. Ему, собственно, и угрожали расправы. Когда он был арестован в ЧК, его предупреждали, что ему отрубят голову. Это была реальная угроза. В целом, патриарх пытался как-то ужиться с существующей властью, пытался лояльно вести по отношению к ней и призывал к этому. Призывал уклоняться от участия в политических партиях. Призывал не подавать поводов, оправдывающих подозрительность советской власти. Вот слова патриархов. Подчиняйтесь ее советской власти велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию. То есть призывал подчиняться, но с оговоркой. Если не противоречат вере и благочестию. А как раз очень многое противоречило именно этому. В заявлении арестованного патриарха Тихона в Верховный суд РСФСР от 16 июня 1923 года говорилось. «Я действительно был настроен к советской власти враждебно. Причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как то обращение по поводу Брестского мира в 1918 году, а нафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 году». Патриарх признал свои действия антисоветскими. Но действительно они были антисоветские. Гораздо менее серьезные вещи признавались в те времена антисоветскими и подлежали расстрелу. Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что вынужденная дипломатия заключалась в том, что Патриарху пришлось сказать, «Я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя. Я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархической, белогвардейской контрреволюции». Вот это очень тяжелые слова, которые пришлось сказать, которые пришлось подписать Патриарху. Ну, конечно, он не принимал советскую власть. Конечно, его позиция была контрреволюционной. Но являться врагом советской власти и контрреволюционером значит не принять от того страшного дела по строительству Вавилонской башни, которая обязательно обрушится. Патриарх не принял. Патриарх призывал народ осознать то, что происходит, призывал противодействовать небогоугодным действиям советской власти. И, кроме того, такие слова пришлось произнести, чтобы выйти из-под ареста, чтобы нанести поражение обновленцам, которыми руководили органы госбезопасности Советской России. Патриарх вышел, нанес поражение обновленцам. А в памяти народной сохранились не какие-то вот такие вот тяжелые моменты, когда что-то приходилось, скрипя сердце, признавать, а сохранилось удивительное мужество первого иерарха, который проговаривал правду и руководителям безбожного богоборческого государства, и народу, когда это было необходимо. И, думая о будущем страны, Патриарх в своем послании от 8 октября 1619 года сказал поистине пророческие слова. Вот они. «Никакое иноземное вмешательство, да вообще никто и ничто не спасет России от нестроения и разрухи, пока правосудный Господь не приложит гнева своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не возродится духовно». «Покаяние каждого человека в отдельности, русского народа в целом. Вот тот путь, который указан нам, без которого не будет духовно-нравственного, а вместе с ним и экономического возрождения России». «Свежеин глядит по будущим и блажен раме Божи обрящих глядача». о, в Продолжение следует...